Трагические события на нефтебазе под Киевом потолкнули руководство Государственной службы чрезвычайных ситуаций конкретным действием и подвигло заняться материальным обеспечением своих же пожарных. И уже сегодня славянский гарнизон пожарной охраны в Донецкой области получил новую форму, средства и часть техники для борьбы с огнём. Сегодня перевооружаем полностью гарнизон. Потреба гарнизона в аппаратах 28 аппаратов. К ним идёт компрессор немецкий для заправки аппаратов с сжатым воздухом. То есть это всё идёт в комплекте. Перчатки новые, они защитные, получается, с кожаной вставкой. Получается, маска идёт панорамная уже, новая фирма Драггер. Новые берцы идут, получается, тоже они, ну, как бы не кожа, ну, наверное, кожа, просто что тоже они упорные получаются. Теперь у спасателей Славянска есть трактор для ликвидации завалов, передвижные генераторы для подачи электроэнергии, водовоз для доставки питьевой воды. Также не забыли и про переселенцев и тех, кто временно остался без крыши над головой. Для них госслужба предоставила модуль-шатёр. Модуль, он используется для разворачивания сводного отряда нашего или же для размещения переселенцев. Он оснащён генератором, теплопушкой, в любое время его, чтобы расставить, полное развертывание около 40 минут с установкой электричества и обогрева. Вручить новое оборудование спасателям Донбасса приехал глава госслужбы ЧАЭС Николай Чечёткин. Он поблагодарил личный состав гарнизона за то, что они в таких сложных условиях продолжали добросовестно выполнять свои обязанности. Глава ведомства также рассказал о перспективах реформы госслужбы в Донецком регионе. Уже завтра в случае возникновения пожара спасатели славянского гарнизона смогут на деле проверить прочность новой пожарной формы. Сергей Заворотнюк, Артур Шагалин, Донецкая область. Специально для 17 канала.